КОМА Там было три вопроса. Первый вопрос. Было ли это запоздалое решение? Однозначно да. Это так мы пережили что-то похожее, как в прошлой осенью, когда ждали, 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 ждали. Ну и тогда, когда уже совсем плохо, тогда началось какое-то движение. Насчет сторонников. Я один из тех сторонников, который говорит, да, эти решения, они работают, потому что люди хотят вот в этой ситуации, они хотят вакцинироваться. Они стоят даже очередями возле центра вакцинации. Но тут, конечно, я удивляюсь о нашем министре здоровья, который не ожидал, наверное, такого результата. Я вообще не понимаю, что он ожидает и что он думает. Потому что, когда преподносится такое благоприятное решение для проведения вакцинации, не понять, что надо увеличить ресурс, но это еще раз показывает непрофессионализм этого министра. Если говорим в долгосрочной, конечно, есть проблема та, что ни одно из решений, оно бы не остановило распространение вируса. Потому что я думаю, что такое решение, как было на столе, что надо на три недели ввести локдаун полный, я думаю, оно бы не работало, потому что нет ни такого ресурса, ни такой поддержки правительства, чтобы они могли, например, как в Бельгии, вывезти армию на улицы и гонять людей по домам. Я думаю, это решение для Латвии не решение, потому я думаю, что то решение, которое принято, самое рациональное для нашей ситуации. Ну вот здесь тоже такой интересный вопрос, может быть, даже и политологический. Но вот мы знаем, что незадолго после принятия этого решения, о котором мы сейчас говорим, было весьма резко, я давно такого не припомню, целого ряда организаций медиков. Я понимаю, что там медики не политики, они не могут в нюансах знать нашу, не знаю, как работает политическая система. Но вот интересно, что там много было сказано, что правительство действует преступно, к нам не прислушивается и так далее. Но вот тоже интересный такой момент, вот во всем этом заявлении я внимательно прочитал, ни слова не было сказано в адрес конкретного министра отраслевого, который за эту сферу отвечает, господина Павлица. Было сказано в общем, что там нам нужно, значит, это правительство разогнать, ну, отправить в отставку и создать какое-то правительство из каких-то независимых профессионалов. Я, правда, не припомню, когда у нас такое правительство было, но, по-моему, в 91-м году, вот в какой-то момент при Годманесе были старые директора производства, там было, ну, очень короткое время, да, с тех пор последние 30 лет такого не было. Ну, хорошо, допустим, медики, не политики, их нельзя в этом обвинять, но почему они не обращаются к своему отраслевому министру? Один аспект. Второй, ну, мы знаем, что у объединения, которое господин Павлиц представляет, а ты, если бы, пар, все имя 13 голосов. Ну, в какой-то степени это тоже золотая акция, что называется, золотая акция. Если они поставят ультиматум, что или мы вводим, ну, я, к примеру, говорю, локдаун, или мы выходим из правительства, может быть, они своего и добьются, потому что без их голосов у Калинча больше нет большинства в парламенте. Мне кажется, что медики не тот адресат нашли. Может быть, я не прав. Ну, я думаю, значит, тут одна очень важная деталь. Я думаю, и она очень не нравится медикам, которые вот эти громкие высказывания делают. Это та деталь, что в большой мере вакцинация, несмотря, ну, с одной стороны, мы знаем действия бюро по вакцинации министры непрофессиональные, которые, по-моему, достигли противоположного эффекта вследствие компании, их инвестиции в коммуникации привело к тому, что люди не хотят вакцинации. Но это одна сторона от дела. Вторая сторона от дела – это всё-таки цех медиков. Очень много медиков, они неоднозначно относятся к вакцинам, и они это тихо, спокойно распространяют в среде своих пациентов. И если мы смотрим, кому человек больше доверяет правительству или своему лечащему врачу, я думаю, достаточно логично. Мы понимаем, что лечащий врач всё-таки пользуется большим доверием, и человек прислушивается тому, что он говорит. И в тот момент, когда организаторы медиков громко заявляют, что надо отправить в отставку правительство, надо там радикальные какие-то шаги делать и так далее, и так далее, и так далее, первый вопрос – дорогие дамы и господа, приведите в порядок свой цех, потому что это очень мощно влияет на данные вакцинации. И пока… Потому что единственный, кто может переубедить своего коллегу – это другой коллега. Это не будет ни Павлюц, ни Каринч, ни Рейрс, которые может убедить медика, который антивакцинирование настроен, что это неправильно. Это может только его коллега его убедить. И в этом случае они очень-очень лукавят, занимаясь советами по управлению государством, а не занимаясь своими коллегами, которые реально влияют очень негативно на вакцинацию. И, конечно, потом это все приводит к тому, что мы видим, начиная от левых и нелегальных вот этих фальшивых QR-кодов, и в результате чего люди умирают. Так что это одна сторона. Вторая сторона, конечно, политологическая. Это что же на столе, какие проблемы у правительства. И, значит, это одна проблема – ковид. Она реально, она уже у нас второй год на дворе, из-за того, что вакцинация не идет вперед. Но есть еще проблема. Вторая проблема – это энергетический кризис. Это тоже очень дорогая проблема, где надо очень серьезно думать, как это решать, чтобы вследствие инфляции цен на энергетику, которая потом перекинется на другие продукты, неизбежно. Чтобы в этом случае люди, которые менее защищены – это пенсионеры, которые получают маленькие зарплаты, долгодетные семьи. Но все, кто имеет небольшие доходы, они будут очень чувствовать этот рост цен. И любая теория говорит о том, что инфляция в первую очередь объединяет тех, которые победнее. И в этой ситуации нужно тоже большие деньги. Одно – это локдаун финансировать. Второе – финансировать вот эту ситуацию с энергоресурсами, потому что ты можешь сколько хочешь вводить локдаун, цены на энергоресурсы не остановятся. Они создаются в других местах, и там экономика крутится. И тогда получается, мы бы сидели в локдауне, цены ищли наверх, то есть такая стокфляция, что самое страшное в экономике, у тебя растут цены и не растет экономика. И в этой ситуации мы должны понять, что у правительства оно должно решать сразу несколько проблем, и решение должно быть… Оно не универсальное, но оно должно влиять и учитывать все эти факторы. Ну и третий фактор – это очень простой фактор – это политическое самосохранение. Потому что решение, которое сейчас принято, в большой мере выбивает карты из рук Гобзем Сейшлессерса, то есть партии, которые настроены против вакцинации. То есть мы видим по статистике, что числа вакцинации растут, в результате чего мы получаем то, что ихний электорат уменьшается. Потому что человек, даже если он злой после вакцинации, он очень быстро забывает о том, как он себя чувствовал во время вакцинации, и у него начинают превалировать другие проблемы. Ну, там вот, например, это рост цен. И потому, я думаю, это решение для них, оно как бы годится для решения вот этих трех проблем. Вот вы уже упомянули оппозиционеров, в том числе, я не знаю, внепарламентских, если так можно сказать, или уличных. Ну, мы знаем, что последние месяцы одна из партий вообще регулярно выходила на улицы, даже пели «Лапа зелтанас», не знаю, как это поможет, так сказать, в их политической борьбе, но тем не менее. Вот значит ли это, что теперь эти партии попытаются как-то переключиться вот с темой борьбы с принудительной, как они говорят, вакцинацией, на что-то другое, на те же тарифы. Но это было бы логично, особенно если их электорат начнет болеть и, не дай бог, умирать. Это тоже вполне реально. Их электорат уже болеет и, к сожалению, умирает. Но если мы говорим о вот той проблематике, так я сразу скажу, что переключиться с ковида на такие сложные моменты, как борьба с инфляцией, я думаю, это совсем другой уровень проблем и совсем другой уровень политической риторики. Борьба с инфляцией, она не выведет людей на улицу, потому что очень многие не понимают этих процессов. И главное, что инструменты борьбы с инфляцией, они сложные. Это ты так не споешь, пандемии нет. Я думаю, если мы смотрим исторически, все страны, где была инфляция, они все переживали сложные с точки зрения политики процессы, что политики не способны элементарно объяснить, как это сделать. Единственное из политиков, если я правильно помню, был в Америке или Рейган, или Картер, которые просто на публичных дебатах, у них была высокая инфляция в конце 70-х, помните, он разорвал напополам доллар и показал, что он теперь стоит столько. И тогда он сложил вместе и сказал, я сделаю, он будет стоить столько. Вот это было самое лучшее, как он показал политически, что такое борьба с инфляцией. Ну, такой вот, но очень в простом уровне. Но, в общем, это сложная проблема, потому для политических сил это будет очень трудно перепрыгнуть на другой конек. Да. Вот тоже такой интересный момент о внешних сигналах. Они постоянно меняются, потому что, ну, мы еще много чего не знали и о вакцинах, но, по крайней мере, насколько правильный сигнал сейчас дает власть, когда правительство говорит, ну, мы на всякий случай тоже уйдем на удаленку, будем работать удаленно. Удаленно. Ну, Сейм говорит, и мы тоже пойдем удаленно. Ну, депутат Рижской Думы, само собой, говорит, и мы пойдем удаленно. Тогда возникает вопрос, если все министры вакцинированы давно, 95% депутатов Сейма вакцинированы, там, почти 100% депутатов Рижской Думы вакцинированы, почему вы уходите на удаленку? Ведь мы всегда говорили населению, что вакцина дает вам, ну, хоть какое-то приближение к нормальной жизни. Теперь мы говорим, что, ну, нет, вы все равно будете самоудаляться. Ну, правильно ли такие сигналы сейчас давать? Чрезвычайно неправильно. Абсолютно неправильно. Я с этим абсолютно не согласен, с этим действием правящих, что они уходят в удаленку. И я думаю, что они очень плохой сигнал дают обществу. И второй момент, если вы помните в этом решении, которое принял Кабинет министров, там есть такой маленький нюанс, что все, которые работают в госсекторе, должны быть вакцинированы. То есть 100% вакцинация трудоустроена в госсекторе. И это тогда, с другой стороны, может показать, что они на своих рабочих местах не доделали что-то. Если они так боятся, значит, там много не вакцинированы. То есть их же коллеги, люди, кто работают в министерствах, оказывается, не вакцинированы. Они всем другим говорят, вакцинируются, а их же люди вокруг них, которые в их окружении, это вакцинированы, потому они так боятся. Опять же, такая гипотеза, она создает очень неправильное ощущение для людей, которые не могут до конца принять решение о вакцинации. Они не антиваксеры, но, с другой стороны, которые осторожены в своей жизни. Им нужно дать импульс, и это неправильно. Вот тоже интересно, что касается президента, на прошлой неделе, вы, наверное, тоже обратили внимание, он был необычно жесток по отношению к правительству. Там выступал на телевидении, рассказывал, что они должны, как буквально выборы Папы Римского, помните, пока этот белый дым из трубы не пойдет, не уходить. Потом он сказал, что вот эти невакцинированные, они уже всех, я перевожу на русский язык, достали, и уже есть сбор вот этих подписей за то, что пускай лечатся свои средства. Было очень много высказываний, в том числе таких фраз, что вот невакцинированных этот вирус Панем Спреша, Папюну и так далее. Ну, такие слова, которые, в принципе, так публично должностные лица обычно не говорят, но тем не менее. Вот это что, вот на ваш взгляд? Это все-таки действительно попытка показать народу, что все-таки есть президент, и в нужный момент он готов стукнуть кулаком, или это от бессилия, или это от незнания ситуации. И что меня, и не только меня, вот многих удивляет, в принципе, у него достаточно сильное, как мне казалось, вроде бы должна была быть бюро, и сам возглавляет там известный дипломат, и политик, и бывший посол, господин Тейкманис. Почему так вот как-то, ну, неловко все это получается, я так дипломатически говорю? Да, ну, никого вам ударить об стол, а головой он ударил об стол. Это, конечно, совсем другого рода ощущение создаёт. Но я думаю, тут есть такое эзотерическое объяснение и логическое. Эзотерическое объяснение – это то, что, знаете, они живут в дворце. Ну, и я думаю, что это неправильно. Когда ты живёшь в дворце, тебе начинает казаться, что ты король. Потому что даже президент Америки живёт, как вы знаете, не в дворце, а в хаус, в белом доме, а не в белом дворце. И это меняет вообще ощущение. Это такое эзотерическое, из серии эзотерики и юмора. То есть, если мы смотрим серьёзно, этот вопрос мы видим, что, во-первых, президент так и не понял, что происходит в обществе, и он очень отдалён от общества. Это первое. И второе – он создал своё бюро из людей, которые его комфортизируют. И что важно, у меня есть ощущение, что нету там человека, который может вот так чётко закрыть двери, с глаз на глаз сказать, «Эггел, ты не прав. Просто ты не прав». И такой человек должен быть у каждого. И такой всегда есть у каждого политического лидера, человек, который ему с глаз на глаз может сказать всё, что он думает. О том, какая ценность такой человек. Но у него таких людей вокруг нет. У меня ощущение, что все ему говорят, «Эггел». Нет, даже не «Эггел». Какой вы, господин президент, умный. Как вы всё правильно делаете. И все остальные, которые вас не понимают, полные дураки. И вот в результате получаются вот такие… Это интервью я видел. Оно очень неуклюжее. В результате я так и не понял, что он хочет сказать, потому что своего мнения о решении у него нет. Он только махал руками и говорил, что надо что-то решить. Но если ты лезешь в епархию правительства, ну тогда давай, вперёд. Он, кстати, имеет право созвать мне очередное заседание правительства. Со своей повесткой дня. Со своей повесткой дня. Да. Что, пожалуйста? Да, со своей повесткой дня. Это в Конституции прописано. Да. Да. И он, и мы помним, это достаточно удачно провёл в своё время, когда был стопором в действиях правительства, господин Затлерс. Он созвал. Не было приятно это, не было красиво. Но он как бы вот… Обозначил. Он жал, давил на министров и на премьера. Ну вот, пожалуйста, у тебя есть инструменты. А бегать по телевидению, махать ругами, говорить, что надо принять решение – это небольшое искусство. Искусство – это принять правильное решение и понять, какое решение правильное. И в этот момент он даже не высказал мнение, какое правильное решение. И это, я думаю, всех раздражает, в том числе и остальных политиков. Вот, может быть, еще один вопрос. Он не связан столько с политикой, сколько связан с нашим обществом. Мы понимаем, что в каждом обществе есть, наверное, какие-то антиваксеры, как сейчас называют. Вот все-таки что с нами происходит, почему на многих, а это довольно значительное число людей, не действуют даже вот эти вот репортажи, которые очень часто сейчас по общественному телевидению идут, где показывают прямо, что называется, военную обстановку на поле боя, если так можно сказать, больницы, где очереди из этих скорых где пациенты там с этими кислородными масками. Ну, казалось бы, ужас, ужас. Увидев этот апокалипсис, люди должны были, что называется, еще вчера побежать прививаться, но этого не происходит. Что мы можем говорить вообще об обществе? Кто-то пытается проводить параллели, говорит, ну, это, там, не знаю, там, постсоветское общество, еще какое-то, восточноевропейское, что вот это, вот, не знаю, в наших традициях, никому не верить и так далее. Вот, что тут можно сказать? Во-первых, я думаю, очень много людей не видят эти репортажи. Во-вторых, в человеке, ну, насколько я, я сам не психолог, но то, что я читал, в человеке встроен механизм необоснованного оптимизма. То есть, он умрет, но ко мне это не относится. Если бы мы боялись от всех болезней, всего-всего-всего, мы бы умирали бы в психиатрической больнице. Но в этом случае очень многие люди видят даже это и говорят, не-не, у меня иммунитет. У меня иммунитет, это ко мне не относится. Почему-то он решил, да, что у него иммунитет. Гром не грянет, мужик не перекрестится. И вот, когда грянул гроб, тогда уже пост. И это, это одна из проблем. Ну, а второе, что главное, все живут, каждый в своем пузыре. И мы знаем, есть пузыри, где информационные, где говорится, что пандемии нет. Отчего люди умирают? Да, просто так умирают. Ну, они всегда умирали. Ну, это тоже есть аргумент, что люди всегда умирали. И это, ну, как бы, так и есть. Но если мы смотрим статистику смертности, она не настолько очень выросла. Ну, она выросла, конечно, но тут всегда можно сказать, если бы меньше бились на улицах, ну, на дорогах и меньше, тонули летом по пьянке, может быть, эта статистика даже была бы лучше. Тут всегда можно сравнивать, дискутировать, анализировать и выдвигать всякие гипотезы, такие оригинальные теории. Да. Вот еще возвращаясь к политическому процессу, хотя это больше, наверное, не политическое, а действительно вопрос профессионализма, ну, у правительства, как и в прошлом году, прошлом летом, было 4,5 месяца, ну, до следующей волны. Фактически с конца мая, когда заболевание пошло на спад, ну, и почти до середины сентября, так будем говорить, когда опять наметился этот рост. Да, были выделены деньги, я помню, на одном из недавних заседаний правительства, историческое неудивление господина Рейерса, министра финансов, говорит, подождите, мы же вам дали 8,6 миллионов, ну, как же вы опять говорите, что этого не хватает, и этого где деньги, спрашивал господин Рейерс, где результат? Ну, там пытались пояснять, что вы понимаете, ну, в целом мы там этот кровать дооборудовали, там и так далее, а медиков все равно не хватает, но все равно мы понимаем все эти сложности с нехваткой медперсонала, но все равно создается такое ощущение, что опять почему-то думали, что пронесет, что вот мы лето переживем, а осень будет не такой, как было год назад, потому что у нас есть вакцинация, хотя господин Павлит сам уже в мае признавал, что мы не достигнем никакого коллективного иммунитета к сентябрю. Что опять произошло, на ваш взгляд? Растранжирование денег произошло, я считаю, что вот этот вопрос, он не отвечен, куда пропали 80 с лишним миллионов евро, и вторая проблема, что у нас в медицине происходит то, что, слава богу, не происходит в безопасности. Если проиллюстрировать ситуацию, как вы думаете, если мы бы отдали свою армию, вместо армии, например, государство покупало бы услугу армии у частных, например, вот не было бы у нас армии, но вы есть эти большие компании, которых есть наемники во всем мире, и государство бы платило им, и наша армия была бы наемникой из Америки, которые как бы... Это было бы, может быть, даже выгоднее финансово. Но к чему бы это привело тогда, когда нужна армия, ее не было бы. Это всем понятно, что так нельзя, и никто даже не придумывает всякие такие глупости, чтобы брать армию в прокат. Потому у всех государств в мире есть свои армии. То же самое должно быть в медицине. Если у тебя государство, ты хочешь, чтобы в государстве была качественная медицина, государство должно иметь свое влияние на процесс медицины, то есть свои больницы, свое оборудование, в общем, государственную медицину, то, что называется. То, что в Латвии произошло, у нас часть медицины приватизирована, и туда уходят деньги, как в песок. И потом вопрос, а куда эти деньги ушли? А там разные могут быть объяснения, но в результате мы видим то, что как бы медицина есть, больницы есть, а коек нет. Вот это тот же самый процесс произошел в медицине. И то, что Павлиц должен был сделать, это ресурсы вложить в государственную структуру, инфраструктуру, чтобы были эти коеки, и чтобы финансы были, чтобы подтянуть медперсонал, он этого не сделал. В результате, что мы имеем, мы имеем много больниц, часть частных, которые не хотят заниматься такой сложным делом и тяжелым, как пандемия, а вторая часть государственная, которая просто как бы сидит на диете финансовой, а деньги уходят. Да. Вот тоже такой вот интересный парадокс, что это может сказать, что вот если взять вот эти там рейтинги, и понятно, что их можно по-разному анализировать, и там, ну понятно, что оппозиция, к примеру, все время говорит, вы видите, вот у правительства самый, значит, исторический там низкий рейтинг, да, хуже даже, не знаю, там у кого там было во времена 2008-2009, и то не было у правительства Годмани с такой там, или Домбовского, такой низкий рейтинг, с одной стороны. С другой стороны, мы смотрим вот который месяц рейтинги партий, ну, политических сил, и мы видим, к примеру, что премьерская партия входит в тройку самых популярных. Ну, там можно спорить 8% с копейками, это много или мало, но поскольку еще год до выборов, нормально. Да, и вот тут возникает такой парадокс, ну, вроде, самое непопулярное правительство, а партия, которую представляет господин Каринч, вот, пожалуйста, в тройке лидеров. Да, совершенно верно. Я думаю, что это большой ответ в том, какая личность Каринча. Вы видите, за последние месяцы он изменил то, как он коммуницирует или как он общается с обществом. Да. Мы видим, что есть вот эти моменты, монологов во время заседаний правительства. Такие появились. Они появились где-то 5-6 месяцев назад, когда он вот берет слово и там высказывает, что он думает о всем, философский такой взгляд. Больше такой комментарий. Да. Ну, и плюс махает пальцем министрам, которые, может быть, не до конца сделали свою работу, то есть показывает, что он какой-то злости или, ну, негодование тем, как работают его члены команды. Ну, выглядит, что это понравилось обществу и я думаю, что это вытягивает вот этот личностный фактор господина Каринча. его рейтинг как бы сходится с, он реально становится и таким публичным лидером единства. Я думаю, вот это и есть то, что вытягивает. Но это только гипотеза. Но это то, что, может быть, помогает им удержать и, может быть, даже возрастить рейтинг. Потому что, если мы смотрим с точки зрения вот кто же видные лидеры, которые, ну, хорошо коммуницируют у их конкурентов, ну, тоже, если мы смотрим, ну, он лучший пока что и со стороны всех партий, которые представлены в правительстве и министров. Больше я говорю не председатели партии, а министры, которые, ну, представляют свои партии в кабинете. Но он, как бы, сейчас, по-моему, метод самый лучший нашел. Сколько это будет работать, не знаю, но пока что это работает. Да, вот тоже интересно в подтверждении ваших слов, пока как раз сегодня утром пришла новость, что премьер-министр Каринч поручил министру здоровья вообще отчитаться, как он готовится к этой вот наплыву пациентов. Да, вот такая жесткая резолюция, да, и казалось бы, что, ну, вроде бы и Каринч тоже должен быть в курсе, как готовиться, но, тем не менее, он публично показывает, что, ребята, вы тут не дорабатывайте, я буду строго следить. Да. Он не хочет брать на себя ответственность, и, может быть, это и правильно. Премьер не должен, знаете как, тут есть два варианта. Он имеет инструмент такой, что он может взять и уволить, сказать, Павлица, все, не хочу, увольняю Павлица, или давайте мне другого министра, или я сам занимаюсь как премьер этими вопросами. Он может заместить Павлица как министра здравоохранения, но он этого быстрее всего не хочет и не может. У него есть и другие еще проблемы, как я говорил, у нас еще есть все-таки кризис беженцев, иммигрантов на границе, что тоже проблема, которую мы даже не затронули, но он есть. И в этой ситуации он тогда, если он не делает так, он просто начинает давить на министра, ну, давай, покажи, что ты сделал, отчитайся. Это будет быстрее всего публичный отчет, и там мы увидим, куда, я надеюсь, ушли 80 миллионов, или не увидим, куда ушли 86 миллионов, тогда это будет еще хуже для того же паблица. Но он вот этот инструмент публичного раздачи розг тем, которые виноваты, он будет дальше использовать. Да. Может быть, такой последний вопрос, он связан с Рижской думой, год как раз исполнился в начале октября, именно как Рижская дума работает, не с момента выборов, а с того момента, когда реально Рижская дума приступила к работе, мы помним, что вот те силы, которые пришли к власти, они шли на выборы вот таким под лозунгом рестарта. Ну, на ваш взгляд, получается рестарт? Я понимаю, что еще впереди 4 года, и можно сказать, что еще научатся работать, но получается ли рестарт? Ну, вот, я посмотрел, часто езжу, вот на Дунтес нарисовали дорожки, велодорожки, не знаю, о чем они думали, с кем советую, сейчас замазали, часть уже закрасили, так сказать, ну, так интересно играются, да, правда, за счет рижских налогоплательщиков, покрасили, замазали, сделали столбики, убрали столбики, поставили клумбы, убрали клумбы, интересный процесс. Ну, это такой сумбурный процесс, я с вами совершенно согласен, особенно вот это, то, что вокруг, есть какие-то большие вещи, которые хорошо делаются, ну, которые должны делаться, восточном и десертальном, такие инфраструктурные объекты, которые должны быть выстроены, они строятся, и это хорошо. Но если мы говорим вот о этих небольших вопросах, тут это такая, немножко такой метод подтемкинской деревни, особенно летом. Вот давай-давай-давай быстро поставим клумбы, а потом уберем. Эти клумбы стоили, конечно, кучу денег, потому что их надо привезти, поставить, поливать, потом убирать, и результат какой, ну, не знаю, не выглядит, что общество от счастья прыгает и хлопает в ладоши от этого всего. Но то же самое вот эти велодорожки, давайте нарисуем велодорожки, потому что партия прогрессивных очень хочет велодорожки. А то, что десятки тысяч людей, которые живут в Плявине, как и в Пурции, не могут попасть домой нормально, ну, это на это наплевать, потому что, знаете, те, которые не живут в центре, это не наши избиратели. в таком духе. Нет, конечно, не наш избиратель. Это, конечно, очень неправильно, это очень неправильно, и я очень надеюсь, что все пять лет не будут такими, то есть остальные четыре года не будут такими, но пока что те же прогрессивные не показывают никакого, ничего такого, чтобы я бы поверил, что что-то изменится в лучшую сторону. Ну, и такое ощущение, что часть вот тех традиций, которые были у предыдущей коалиции, ну, я имею в виду в прошлой Ериджеской Думе, как-то вот нынешняя власть перенимает, да, и риторика звучит примерно такая же, даже, хотя сейчас партии совпадают в правительстве, почти совпадают в правительстве Ериджеской Думе, та же риторика, что Риге не дают денег, сколько надо, о чем там центр думает, столицу не уважают, но вот это даже странно слышать у представителей вот теперь уже тех же партий, что и в правительстве. Ну, это я перед предыдущими выборами в Рижскую Думу, уваживая Думу, в эфире говорил, это историческое противостояние Риге и правительства, потому что у этих партий все-таки нет понятия, как конвертировать рижские голоса в свои голоса, и рижская Дума это своя епархия, выборы все в Риге, это другая история. И в этом ситуации, конечно, они больше, те, которые партии в правительстве, те части партии, и те люди, которые в правительстве, они заинтересованы вкладывать там, где они четко видят. Вложили, построили дорогу, будут голоса. И они лучше вкладывают в какие-то дома культуры, дороги вне Риги, потому что там все понятно просто с этой точки зрения, чем в Риге, где ты построил что-то, и ничего не понятно, кто построил, почему построил, и кто же был тот хороший дядя, который принес эти деньги Риге. И в этом случае Рига, она держится на диете, и она будет держаться, но уже 30 лет Рига обделяется финансами, мы видим, во что это превращается на наших улицах, на наших мостах, но я не вижу реального решения этого вопроса, потому что вот тот же, например, дискуссия о том, что надо изменить то, как собираются налоги, что, например, Рига должна получать не только подозрительного налога на физическое лицо, но и часть подходного налога, которые предприятия, там, где они зарегистрированы, это бы дало бы толчок финансовой Риге, потому что очень много бизнеса в Риге, а люди живут вне Риге. Но этот же вопрос муссируется уже лет 20, но никто даже не собирается палец об палец ударить, чтобы решить этот вопрос, потому что это политически невыгодно, и потому люди выгоняются из Риги. К сожалению, да, ну что ж, впереди еще 4 года, будем надеяться, что научатся работать, как мы помним, предыдущая коалиция, которой 10 лет было власть, тоже не сразу все у нее получалось, так что посмотрим, как это будет. Закончила тоже результаты, научилась и потом забыла. Да, к сожалению, конец был, да, мягко говоря, не очень удачный. Может быть, буквально последний вопрос, можно ли сказать, что все равно, несмотря на все проблемы, на всю эту пандемию, правительство Каинча, ну, в таком составе именно коалиции, я не имею в виду фамилии министров, так и доживет до выборов? Ну, пока что выглядит, что да, потому что я не вижу особо альтернативное правительство, чтобы они могли создать, оно может там лица поменяться, оно может еще превратиться в техническое правительство, то есть, пойдет правительство и не могут создать новое, оно работает как техническое до следующих выборов. Там всякие варианты есть, но я не особо вижу новое правительство, с другим примером. Ну, что ж, спасибо большое, Филипп Раевский у нас был в прямом радиоэфире посредством Зума, спасибо большое. Вы слушаете Радио Болткома. Виа СМС запускает новое мобильное